Здравствуйте, меня зовут Константин Евгеньевич Белоушко. Я преподаватель Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманске. Я занимаюсь преподаванием физики, астрономии, а также руковожу проектной деятельностью учащихся, в том числе к всероссийскому молодежному проекту «Шаг в будущее». Сегодня я хотел бы рассказать вам о такой интересной теме, как наблюдение за сигналами искусственных спутников Земли. И свой рассказ я начну с того, что вообще говоря, идея запуска искусственного спутника Земли впервые появляется на страницах произведения Исаака Ньютона. Книга его называлась «Математический начал натуральной философии». Она состояла из трех томов, и именно в этой книге, написанной, кстати говоря, на латинском языке, который в то время был языком международного общения, содержались известные нам три закона Ньютона, законы всемирного тяготения, многие другие интересные вещи, в частности, например, теория приливов и отливов. И вот встречается на его страницах вот такое интересное изображение, где Ньютон предлагает на вершине большой горы поставить пушку и начать оттуда стрелять. Очевидно, что чем выше скорость начальная снаряда, тем дальше получается дальность полета этого снаряда. И Ньютон говорит, что при некой определенной скорости, которую теперь мы называем первокосмической, этот снаряд не упадет на Землю. То есть он, конечно, пытается упасть, но так как Земля не является плоской, а имеет сферическую форму в первом приближении, то, двигаясь по этой круговой орбите, снаряд, соответственно, может облететь Землю полностью. Расчеты, сделанные, в принципе, Ньютоном, показывают, что эта скорость должна составлять около 8 км в секунду. Но стоит сразу отметить, что в то время технически эту идею реализовать было невозможно. Во-первых, достаточно сложно найти какую-то высокую гору и затащить туда пушку. А во-вторых, следующая проблема заключается в том, что в момент выстрела порохновые газы сообщают снаряду некоторую скорость. И вот в этот момент ускорение является достаточно большим. И это приводит к тому, что если какую-то аппаратуру расположить в снаряде, она, соответственно, выйдет из строя. Это, кстати, одна из тех причин, что произведение Жюля Верна из «Пушки на луну» является чистым в виде фантастическим. В этом, кстати говоря, писал Яков Перельман в своей занимательной физике. Но, тем не менее, идея запуска все же осталась в умах многих естествоиспытателей. И здесь стоит отметить, что подходящий способ был предложен нашим соотечественникам Константином Эдуардовичем Циолковским. Еще в конце XIX века он пришел к выводу о том, что необходимо использовать не пушку, а необходимо использовать ракету. Причем ракету многоступенчатую, ибо каждая ступень будет сообщать постепенно все увеличивающуюся скорость. А по мере исчерпания топлива ступень будет отстреливаться за ненадобностью. И вот уже в начале XX века на страницах научного обозрения появляется его статья, где он излагает прям-таки полную теорию космического полета на многоступенчатой ракете. Идет время, и вот наконец-таки 4 октября 1957 года произошло это самое событие. На испытательном центре Тюратам, который теперь нам известен как космодром Байконур, на старте стоит баллистическая ракета. Это, по сути, модернизированная ракета R-7, которая предназначалась, как говорят сейчас, для того, чтобы нашим западным партнерам принести свет и тепло. Имеется в виду, что ядерную боеголовку. Но в данный момент на ней в качестве полезного образа находится первый искусственный спутник. Стоит сказать, что первый искусственный спутник имел размеры порядка 60 см в геометре. Его масса составляла около 80 кг. По большей части эта масса была масса аккумуляторных батарей, находящихся внутри, а также радиопередатчик, ну и система теплообеспечения, которое не позволяло передатчику выйти из строя. То есть, по сути, кроме передатчика на этом спутнике не было какой-либо полноценной научной аппаратуры. Лишь позднее, на следующих спутниках, начиная со второго и третьего спутника, была некая полноценная аппаратура. Но, тем не менее, смотрите, информация о таких технических подробностях стала известна уже несколько позднее. Но вот стоит отметить, что вообще интересная предыстория запуска первого искусственного спутника. В начале 50-х годов на международных симпозиумах, посвященных геофизике, несколько специалистов из разных стран договорились о том, что было бы неплохо провести скоординированные геофизические наблюдения в области изучения атмосферы и аносферы и некоторых других явлений и процессов. В итоге, эти договоренности привели к тому, что уже в 1954 году на международной научной конференции была совершена договоренность между рядом стран о проведении в период с 1957 по 1958 год, так называемого, международного геофизического года. Подразумевалось, что большое количество стран объединяет свои усилия в наблюдениях атмосферы и других процессов. Для этого будут созданы специальные научные центры, центры хранения и обработки данных. Данные этих экспериментов будут доступны многим специалистам из многих стран. И более того, собственно, на конференции в 1954 году было предложено ведущим странам попробовать в рамках международного геофизического года запустить первый искусственный спутник Земли. Информация о том, что баллистические ракеты разрабатываются в США и СССР, она в принципе была уже известна многим людям, но хотелось направить усилия вот этих двух сверхдержав в некое мирное русло. То есть, чтобы мы доставляли не ядерные боеголовки, а воспользовались баллистическими ракетами для научных целей. И оказывается, в 1955 году США взяло на себя международное обязательство в рамках геофизического года запустить первый искусственный спутник. В 1956 году эти обязательства взял на себя СССР. Это означает, что с 1956 года СССР обязался в период с 1957 по 1958 год запустить свой первый спутник. Вопрос заключался лишь в том, какая из стран первым сделает это. И здесь, соответственно, возникла некая определенная гонка. И вот уже в 1957 году с середины года в журнале Радио в июльском номере уже появляется цикл статей, посвященных тому, как можно наблюдать сигналы искусственных спутников Земли. В частности, вот здесь, в этой первой статье описывается, что предполагаемый советский искусственный спутник будет работать на частотах 20 и 40 МГц. А это частоты любительского диапазона. И эти частоты были выбраны из тех соображений, что радиолюбители большинства стран мира, обладая своей аппаратурой, смогут принять этот сигнал без каких-либо специальных переделок своей аппаратуры. И две этих частоты были выбраны исходя из того, что было не очень понятно, насколько прозрачна и ионосфера, и на каких частотах сигнал сможет пройти, либо отразиться от нее. При этом, как бы считалось, что на частоте 40 МГц сигнал должен был бы гарантированно пройти через верхние слои атмосферы, через ионосферы, обладающие отражающими способностями в радиодиапазоне. При этом здесь же публикуется следующая информация, что американцы предполагают, что их спутник будет передавать сигнал на частоте 108 МГц. А это, как мы знаем, частота, которая сейчас используется в музыкальном радиовещании. То есть это означает, что на обычный FM-приемник американские слушатели могли бы принять такие сигналы. Если это вам интересно, то по ссылке, которая представляет из себя QR-код, вы можете выйти на архив журнала радио и посмотреть данные статьи. Они представляют в том числе и как историческую, так и техническую ценность. Например, уже в августовском номере описывается методика наблюдения, описывается, какие конкретно антенны необходимо создать, куда их направить и прочие подробности. Не стоит смущаться тем, что вот здесь изображена параболическая антенна. Она не имеет отношения к приему сигнала первого спутника. То есть его можно было принять на более простые антенны, выполненные из QR-локи. Вот здесь мы, в частности, видим из 7-го и 8-го номера за 1957 год в журнале радио описывается, как можно сделать пленгационную приставку, которая, по сути, будет представлять из себя две антенны с известной диаграммой направленности. И, в принципе, это устройство позволит определить траекторию пролетающего спутника. И при этом даже описывается, что собранную приставку уже пытались испытывать в полевых условиях, в том числе. То есть, читатели советского готовили заранее к этому событию, чтобы он был во всеоружии. Не просто вот мы запустили спутник, а вы уже приготовили свою радиоаппаратуру, настроили антенну, свои и так далее. И ждете, собственно, этого события. И вот здесь, как бы, барабанная дробь остается дождаться, когда, в какой же момент это произойдет. И вот 4 октября это событие произошло, о чем известили большинство газет мира, советская газета «Правда». А вот мы видим выпуск американских новостей Daily News. Здесь вот изображено, что спутник как будто бы был запущен прямо из Москвы. Хотя на самом деле это не так. И более того, радиолюбители нескольких стран мира, пользуясь пеленгаторскими приставками, выяснили траекторию. И было сразу понятно, что примерное место запуска спутника. Очень интересная интрига. Интрига заключается в том, что с 30 сентября и 5 октября 1957 года в Вашингтоне проходила международная конференция. В рамках этого международного геофизического года. И на этой конференции советская делегация должна была выступить с такими докладами. Давайте посмотрим. «Зондирование атмосферы при помощи метеорологических ракет», «Зондирование атмосферы при помощи геофизических ракет» и «Вопросы исследования верхней атмосферы при помощи искусственных спутников Земли». И мы видим, что за два дня до окончания конференции, произошло вот это вот событие. И, соответственно, советская делегация смогла похвастаться перед мировой общественностью о том, что мы выполнили поставленные обязательства и в рамках геофизического года запуск был произведен. Мы знаем, что в ноябре 1957 года Советское государство праздновало 40-летие Октябрьской революции и подводились некоторые итоги народного хозяйства, достижения науки, техники и так далее. Декабрьский номер журнала «Радио» практически целиком посвящен этому событию. Здесь приводятся репортажи о том, как сигналы искусственного спутника принимались различными радиолюбителями в пределах Советского Союза и за рубежом. Известный журнал «Техника молодежи» в этом же 1957 году публикует тоже цикл статей. В частности, здесь на развороте ноябрьского номера мы можем увидеть вот такую интересную инфографику. Здесь описывается траектория полета спутника, объясняется, в каких пределах широт мы можем его наблюдать. Здесь же показано, на каких частотах здесь возможна связь с этим спутником, что на частоте 40 МГц сигнал будет проходить через ионосферу. И, собственно, сказано, что, например, по наблюдениям за падением и сгоранием спутника можно будет установить свойства плотности атмосферы на больших высотах. Что, в принципе, в то время до конца было не очень известно. При этом, кстати говоря, некоторые наблюдатели заверяли, что им удавалось видеть спутник не только с помощью радиооборудования, но и воочию. Ну вот, заявляли, что металлический шар радиусом 60 см якобы видно утром и вечером на высотах порядка 900 км. Но более подробная информация говорит о том, что на самом деле наблюдатели видели не сам спутник, а третью ступень ракеты-носителя Р-7, которая осталась же на этой орбите и, имея больший размер, собственно, она и освещаясь солнечными лучами, или удавалось видеть выходящий или заходящий в земную тень, утренние или вечерние часы. Кстати, интересно, что вот здесь вот в самой статье рисунок приводится, указывается ступень, но вот этот факт как таковой, он остается между строк. Здесь остается технически грамотному читателю догадаться, что же он видел, сам спутник или ступень. И, кстати говоря, интересно, что спутник начал отставать от своей ступени, то есть ступень начала обгонять запущенный спутник. Объясняется это следующим образом. На этих высотах остаточная своя атмосфера еще имеет некоторую плотность и происходит торможение спутника и ступени. Но ступень, имеющая большие размеры, тормозится сильнее, она начинает для начала замедляться и постепенно уменьшает свою высоту. Но, так как движение происходит в гравитационном поле Земли, то уменьшение потенциальной энергии приведет к увеличению кинетической энергии. И, получается, ступень, переходя по спиралеобразной орбите вниз, наоборот разгоняется. То есть такой интересный эффект. Эффект, он называется аэродинамическим парадоксом. И кому интересно, того я отсылаю к физико-математическому, очень популярному журналу «Квант». В одном из выпусков вы можете найти описание физико-эродинамического парадокса. А так как все было секретно, общий вид ракеты Р-7 долгие годы был неизвестен. То есть вот здесь, на страницах журнала «Техника молодежи» приводилось лишь примерное представление о компоновке первая, вторая, третья ступень. И вот, кстати, обратите внимание, что известный писатель-фантаст и палеонтолог Иван Ефремов здесь вот приводит свою колонку. Описывает, что победа беден от космоса. Мы еще сам представляем себе все то беспредельное новое, которое даст человечеству коммунистическое общество всей планеты. Итак, а как же движутся спутники? Спутники движутся по орбитам, имеющим эллиптическую форму. Причем этот эллипс может иметь различную вытянутость, различную ориентацию в пространстве. И есть соответствующие параметры, которые описывают расположение этой эллиптической орбиты в окружающем пространстве. Эти параметры, углы, которые мы здесь видим, называются кеплеровыми элементами орбиты. Кеплеровые элементы орбиты названы в честь Иоганна Кеплера, астронома, который, собственно, открыл законы движения планеты. Три известных законы, которые изучаются на уроках астрономии. Для подробного наблюдения за спутниками ведутся специализированные базы данных. Как вы понимаете, такие базы данных ведутся военными, как нашими отечественными военными, так и нашими западными партнерами. В частности, американская система АКПРО ведет вот такой формат данных. Называется ONTLE. Это Two-Line Elements. То есть, информация о каждом спутнике записана в виде двух текстовых строчек. Примерный формат имеет следующий вид. Вначале указано название спутника. Здесь первое число указывает порядковый номер данного космического аппарата в базе данных. При этом, не стоит удивляться тому, что число достаточно большое. Потому что, на самом деле, в базе, кроме самих спутников, находится еще информация о так называемом космическом мусоре. То есть, о третьих ступенях, различных обтекателях и деталях, которые некоторое время двигались по орбите вокруг Земли. Ну и там, собственно, оставалось некоторое время. Значит, здесь вот следующий блок состоит из даты запуска. Например, 1997 это 1997 год. 20 это 20 запуск в 1997 году был. А буковка означает номер спутника в этом запуске. Вот мы, например, видим, что телекоммуникационные спутники Iridium, телефонные седьмой, пятый, четвертый, например, они были запущены в 1997 году. Это был 20 запуск. И вот буковки B, D и E говорят о том, что эти три спутника были на одной ракете. То есть, ракета сразу пачкой запустила несколько спутников. Так как в верхних своих атмосферах происходит постепенное торможение и изменение орбиты спутников, необходимо вот эти базы постоянно пересчитывать. Компьютерные модели специализированы этим занимаются. И вот эта информация постоянно обновляется. Здесь, соответственно, можно увидеть, что вот эта цифра 21 говорит о том, что данная информация представлена на 2021 год и 322 день. То есть, это где-то ноябрь прошлого 2021 года. Ну, а остальные числа, они как раз представляют те самые кеплеровые элементы орбиты. Если вас это заинтересовало, то TLE-элементы, в частности, в открытом доступе, можно найти вот на этом американском сайте, celestrack.com. Там же, собственно, можно посмотреть на 3D-модель спутников, который в данный момент находится на околоземной орбите. Ну, а теперь мы попробуем перейти к некой нашей практической части. Итак, на сайте Celestrack мы, в принципе, можем найти TLE-описание элементов орбит для любого интересующего нас спутника. А дальше эти данные можно визуализировать в специализированной программе, которая называется Arbitron. Значит, эта программа позволяет показывать траектории движения спутников для какого-то момента времени. Ну, вот здесь, в частности, показано расположение американских метеорологических спутников. Национальная океаническая атмосферная администрация, сокращенно НОО. Эта же программа позволяет, например, посмотреть, как спутники находятся относительно сторон горизонта. Вот эта вот диаграмма представляет из себя азимутальную систему координат, в которой наблюдатель находится в центре. И здесь же в центре находится точка зенит, находящаяся вертикально над нами. Север, юг, восток, запад. В астрономии линия, соединяющая север, зенит и юг, называется небесным меридианом. А линия, соединяющая запад, зенит и восток, называется первым вертикалом. Здесь мы видим круги, которые соответствуют одинаковым высотам. С шагом получается 15 градусов. Горизонт 15, 30, 45, 60, 75 и 90 зенит. Ну и, например, если вот этот спутник мы рассмотрим, ноа-14, для какого-то момента времени, который здесь рассматривается. Да, вот он, например, находился примерно в северо-восточной части, ближе к востоку. И вот высота его составляла в пределах от 15 до 20 градусов. То есть, если вы ориентируетесь на местности, вы можете примерно прикинуть, в какой момент времени, где, в каком направлении этот спутник находится. То есть, эта программа вам окажет неоценимую помощь. И далее, когда вы уже знаете движение спутника, знаете его траекторию, а, кстати, программа Арбитрон позволяет сделать распечатку и распечатать его в движении спутников, дальше мы можем, собственно, перейти к наблюдению радиосигналов спутников. Ну, на первый взгляд кажется, что это очень сложная и технически затратная какая-то операция. На самом деле нет. На известном китайском интернет-магазине можно, например, за небольшую цену найти вот такое вот устройство. Называется оно SDR-приемник. Расшифровывается это как Software Define Radio. То есть, это программно определяемое радио. В принципе, SDR-приемник имеет небольшой размер. Вот я могу вам показать пример такого SDR-приемника, который есть в моем распоряжении. Он небольшой, у него два антенных входа и разъем для подключения к компьютеру. Здесь находятся основные приемные контура. Данные оцифровываются и передаются для дальнейшей обработки на компьютер. И с помощью программы мы можем эти данные обработать. Ну, вот здесь вот возникает вопрос такой, что хорошо, радиоприемник у нас есть, но теперь нам необходима антенна. И здесь, оказывается, есть несколько нюансов. Любая антенна, она представляет из себя некую колебательную систему. Некоторую колебательную систему, настроенную в резонанс на нужную частоту. Ну, вот простейший, например, диполь полуволновый. То есть, каждая из плечей этой антенны имеет длину равной четверти длины принимаемого или излучаемой радиоволны. И, соответственно, токи, которые проходят по плечам диполя, они создают в окружающем пространстве электромагнитную волну. А электромагнитная луна обладает свойством так называемой поляризации. Поляризация – это ориентация электрического поля в этой радиоволне. И вот теперь представим себе ситуацию, что мы некую пиздающую антенну расположили в спутнике. Спутник, соответственно, двигаясь как-то относительно наблюдателя, меняет свою ориентацию. Соответственно, меняется ориентация и антенны, и меняется, соответственно, ориентация передающей антенны. Но здесь важно, чтобы поляризация передающей приемной и антенны совпадали. То есть, для этого они должны быть расположены в одной плоскости. Очевидно, что для движущегося объекта такая задача становится нерешаемой. То есть, мы же не можем постоянно стабилизировать антенну. Поэтому инженеры еще в 60-е годы пришли к такому выводу. Давайте мы будем использовать антенны спиральной формы. Токи, текущие по таким спиральным антеннам, будут создавать так называемую волну с круговой поляризацией, в которой само электрическое поле каким-то образом вращается в полукругу либо эллипсу. И вот здесь показывают типичный пример антенны для связи со спутниками. Антенну, которую я только что вам показал, как вы обратили внимание на счет плечи, ее расположены под углом 120 градусов. Это сделано не случайно. Как раз-таки именно такая простейшая антенна позволяет принимать, например, вот этот вот сигнал с круговой поляризацией. Так как лучи расположены под некоторым углом, то, соответственно, у нас есть вероятность того, что какая-то проекция электрического поля наведет здесь индукционный ток в этой антенне. Это простейшая конструкция. И, как вы понимаете, сделать ее можно самому. То есть, в частности, здесь показана конструкция из двух медных трубок и коаксиального провода, который подключается далее к СД-приемнику. В идеале, раз мы сказали, что круговая поляризация, то правильно было бы сделать антенну вот такую. Она называется квадрифилярная антенна. И состоит из таких вот спиральных проводящих конструкций. Либо можно сделать так называемую турникетную антенну, где несколько диполей скрещены друг относительно друга. Вообще говоря, это целый жанр любительских радионаблюдений. Здесь мы видим, как студенты, например, занимаются такими делами. И они занимаются отладкой этих антенн. Антенны эти могут иметь достаточно узкую диаграмму направленности. А это позволяет, собственно, следить за спутником. То есть, пилинговать, по сути, его перемещение относительно наблюдателя. Программа, которая нам необходима. Это свободно распространяемая программа SDR Sharp. Она спокойно установится на компьютере. К этому компьютеру вы подключаете свой приемник. А дальше программа производит обработку сигнала. Здесь мы можем выбрать любой тип модуляции, которая нас интересует. Полосу пропускания, чувствительность приемника и так далее. В зависимости от того, какой конкретный сигнал мы хотим использовать. Но, скажем так, мы можем упростить задачи и еще далее. Предположим, у нас нет возможности купить этот SDR приемник. И мы технически ограничены, что в данный момент не можем сделать антенну. Но, тем не менее, попринимать сигнал хотелось бы. В этом случае можно поступить следующим образом. Можно воспользоваться международным радиолюбительским экспериментом WebSDR. По соответствующему адресу мы можем перейти на сервер проекта WebSDR. Он объединяет из себя множество подобных SDR приемников радиолюбительских, которые вещают через SDR сервер в интернете. В частности, в Мурманске, например, один из радиолюбителей расположил у себя на крыше пятиэтажки несколько антенн, в том числе квадрофилярную антенну, принимающую сигналы метеоспутников. И сигнал его приемника доступен свободно нам вот по этому адресу. В принципе, вы можете по QR-коду перейти и ознакомиться с этим. Если вы будете экспериментировать с этим оборудованием, стоит сказать, что вам понадобится экспериментировать с сайтом WebSDR, вам понадобится еще так называемый виртуальный аудиокабель. Он является промежуточным звеном между браузером, в котором у вас открыт этот сайт SDR приемника, и программой SDR Sharp, в которой вы будете делать обработку сигнала. То есть, соответственно, виртуальный аудиокабель перенаправляет аудиопоток с одной программы в другую. То есть, вещь достаточно полезная в таких экспериментах. Ну а дальше, если речь идет, например, о приеме сигналов метеоспутников, то может пригодиться, например, программа Wix2Image, которая позволяет декодировать такого плана сигнал. Ну, вот эта аплелиатура Wix, она используется в американском радиотехническом жаргоне, означает, примерно, погодные каналы. Ну и, соответственно, она позволяет эта программа декодировать радиосигнал в картинку. То есть, по сути, метеоспутники передают факсы. То есть, они фотографируют поверхность Земли в каких-то диапазонах, видимым или инфракрасном, и эту картинку тут же передают. И мы, пользуясь своей приемной антенной, можем этот сигнал принять. Вот показан примерный вид американского спутника NOAA, три из которых до сих пор передают в незашифрованном, незакодированном виде аналоговую картинку. Картинка выглядит вот примерно таким вот образом. Здесь мы видим Скандинавию, Мурманскую область, Польский полуостров. Цвета здесь искажены. Это не настоящая невидимая картинка. Это фрагменты из инфракрасного диапазона. И здесь на таких картинках хорошо видно, как идут, например, подводные фронты. И где выпадают осадки. Стоит сказать, что координатная сетка и линии, береговая линия, она дорисована программой. То есть, программа приняла факс и правильно расположила изображение относительно системы края. И дорисовала. Ну, вот здесь вот города обозначены без названий. Можно сообразить, о каких идет речь. Если вам это все понравилось и заинтересовало, и вы хотите попробовать практиковаться в этой теме, то я рекомендую вам настоятельно пройти образовательный курс бесплатный на платформе Stepik, которая называется «Проектирование приемных комплексов космической информации». Там вкратце рассказывается о работе с СДР-приемниками, о том, как сделать свою собственную простейшую антенну, как настроить весь описанный мной сегодня софт. В частности, если вам интересно, отечественная компания «Спутникс», которая предлагает за достаточно серьезную сумму приемную аппаратуру, но вот она в открытом доступе располагает для учащихся образовательные уроки, которые вы можете с удовольствием пройти и изучить. Ну, а если это сильно заинтересовало, вы можете попробовать свои силы даже в Олимпиаде национальной технологической инициативы и поучаствовать в профиле анализа космических снимков. Ну, а так, для общего развития я бы порекомендовал вам блог Дмитрия Кананыхина на YouTube. На этом я закончу свой рассказ. Если вам это было интересно, я жду вас на своих занятиях, факультативах. А здесь вы увидите, как мы собираем эти приемные антенны, экспериментируем со старшеклассниками, со СДР-приемниками. Ну, а пятиклассники с удовольствием работают с антенной. И всё. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok